Всем привет мои дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно я антон и я продолжаю проходить игру battle of empires 14 18 выходим мы на финишную прямую в компании за германскую империю поскольку остается всего две миссии одна клёвая другая не очень но в принципе обе достойная сегодняшняя миссия называется оборона у днестра июль 1916 года река днестр галиция миссия очень здоровская одна из немногих вообще в компании за германскую империю и в игре во всей в которой хочется поиграть снова вот прямо она действительно очень здорово сделано за это разработчикам респект конечно но не выдержали вот это свое состояние разработчики на протяжении всей игры к сожалению ну что давайте начинать июль 1916 года русская имперская армия прорвала фронт в галиции и продвигается вперед австрийские войска деморализованы и отступают в связи с чем германское командование вынуждено перебросить на восточный фронт дополнительные германские подразделения черт это просто катастрофа какая-то проклятые томми и русские постоянно наносят сильные удары и громят наших союзников если так будет продолжаться у нас просто не хватит сил их везде останавливать что за пораженческое настроение на гаупт вахту захотел рядовой еще да вот именно хватит ныть никому не удавалось сломить германский боевой дух ребята я вас уверяю будут такие примеры в истории германии и в истории других интересных государств так вот в этот момент сделаем и конечно же сохранение потому что что потому что можем дефенс дефенс нер днестр один нет один вот так миссия на самом деле довольно короткая но со своими сложностями так вот у нас тут подразделение инженеров сколько у вас сегодня для нас приоритетную роль играют мешки с песком поэтому быстренько обыскиваем вот эти ящики во во все забрали молодцы 54 ящика мешка вернее так быстренько 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 топаем к этому мосту сегодня собственно пока нам задание не выдали австрийцы тут много чего бросили бронепоезд выглядит целым осмотрите его обязательно смотрим так в этом ящике по моему снаряды да так ребята вы идете вот сюда на вторую линию я думаю стоп 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 надо все таки посмотреть я мог что-то забыть я ему что-то пропустить здесь по моему снаряды и патроны для пулемета их мы загрузим в бронепоезд да ты дурак что ли подними свою жопу арийскую давай 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 вернее ну не совсем арийскую но я был прав тут снаряды так ребят вы пока поставьте бронепоезде мало патронов и снарядов надо бы обыскать склады и ящики рядом с поездом сюда осмотрим осмотрим обязательно так вы два бойца ландвера сюда вы сейчас заправить этот броневичок так еще вам одного это будет ваш водитель значит вы у меня бойцы вы сюда скорее также также не забываем двух бойцов нам нужно вот сюда посадим так давайте получше усядусь в кресле очень удобно он тот броневик нужно только заправить и он готов к бою да это здорово это здорово что он готов к бою собственно мы этим и займемся сейчас только ну собственно почему я поставил замедление времени да потому что так гораздо легче управлять нашими бойцами поскольку время тикает и наступление русской армии все ближе и ближе забираем вот эти две канистры и сливаем топлива у моста мы можем поставить мешки землей и проволоку а ты неплох а ты неплох в общем берем канистры в каждой по 60 литров и сливаем топлива с грузовиков на которых мы приехали так наш боец не надо тихо 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 ребята давайте 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 первая группа инженеров только преодолела мост поэтому торопиться нам пока что некуда итак в первый вагон бронепоезда загружаем снаряды вот сюда поскольку тут есть пушка вообще друзья не бросайте решено мы остаемся бронепоезд защищаем масты ни в коем случае не бросайте потому что это вообще залог вашего выживания в этой миссии залог прохождения этой миссии иначе вам будет очень трудно пройти и я пытался у меня не получилось но я конечно тут еще рукожоп но поверьте бронепоезд значительно вам облегчит задачу просто дело в том что потом приедут русские броневики вернее не совсем русские там и английские и французские снарядите все броневагоны патронами и снарядами чтобы подготовить поезд к бою да вот там задание кстати дано насчет бронепоезда причем оно основное без него вы игру не начнете миссию вернее эту так вот тут у нас снаряды вернее патроны к пулемету их мы закинем вот в последний вагон это собственно локомотив здесь двигатель ты снайпер это здорово это хорошо что у нас есть снайпер снаряды пулемет наверное патроны здесь уже есть а вот снайперок загружает сюда пулеметные патроны и задание считается засчитанным тут есть тоже 4 пулемета шварц лоза вот как видите задание нам только что засчитали теперь так ребята не стоим загружаемся забираем винтовочку нашего снайпера и давайте уже вернем время на нормальный режим и вспомним куда наш боец задевал а нет ничего не задевал все нормально так достань винтовку нет не дозволю так все залил залил молодец так двух бойцов которых мы приблигли для лошадей наших всадников слушаю сажаем им сейчас надо будет топить потому что здесь по дороге отступают австрийцы их надо остановить вот собственно для этого нам и нужны наши элитные всадники один едешь вот сюда с фронта отступает множество австрийских солдат один едешь вот сюда а вот эти придут прямо к нам мешают так что все тут будет тип-топ так ребята не путайтесь под ногами так хорошо пока идем давайте где-нибудь вот сюда мешочки куда-нибудь вот сюда мешочки у нет наверно не сюда здесь нам мешают вот эти вот бревна вот сюда мешочки кто остался возьмите несколько надежных солдат и обустройте секреты на дороге приказ останавливать всех отступающих австрийцев сейчас остановим сейчас всех остановим никто не пройдет и русский в том числе но ребят я хочу вас заверить что смысла в таком прям жестком как сказать даже обустройстве обороны то есть прям заморачиваться чтобы обустраивать тут оборону не нужно потому что по нам потом будет работать артиллерия и они по любому хоть одно до нашего укрепления точно снесут поэтому особо здесь не нужно стараться ну конечно приготовьтесь но особо прям увлекаться не стоит всем этим делом так вот тут у нас еще крупная группа сколько вас мешков 12 отлично вы ребята шуруйте вот сюда вот вот сюда это направление тоже стоит прикрыть вот так вот поставим потому как через эту ложбину тоже пойдут уважаемые русские солдаты но лично мной уважаемые не знаю как вами так что это направление тоже прикрыть стоит кто у вас старший все вот как только подходит наш солдат к австрийцам они засчитываются как наши собственно бойцы нашего подразделения подконтрольные нам поскольку их не жалко их сажаем в первую линию офицеров нет все убиты следуем в тыл доложил вольно определяющийся шульц так хорошо так нет 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 ребят давайте 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 вот сюда все так вы ребята вот сюда сейчас мы тут мешочков наставим еще мешки есть еще десяток мешочков ничего себе так давай 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 вот сюда шульц и вы солдаты нас мало противника много вы остаетесь тут и поможете нам отбить атаку так бойцы заправили тихо 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 да 120 литров здорово доставай винтарь родной все так этот элитный а все можем ехать да я валь но нам бы нам бы раздобыть патронов и поесть двое суток ничего не ели ребята вот победим тогда и пожрем ребят для вас сейчас этот принцип играет ключевое вообще значение победить понимаете так собственно этот разъезд у нас тоже подбирает новых бойцов их мы посадим вот сюда вот сюда вот примерно куда-нибудь нужно строить оборону то есть на как сказать выносных позициях я всегда в оборонительных миссиях руководствуюсь миссии за нами москва из в тылу врага два братья по оружию очень здоровская миссия очень интересная правда долговатая но тем не менее там очень интересная тактика то есть так называемые выносные позиции чтобы основные силы успели подготовиться к обороне так вы ребята пока иваны не пришли займите пулемет и оттащите его поближе к мосту о давайте эти великие кат-сцены саперов привезли гергофтман срочные приказы штаба вашей роте прикрыть отступление австрийских частей через реку днестр оборонять инженеров минирующих мосты взорвать мосты и отступить на резервную линию обороны исполняйте я воль хер мелман давай ну вперед я понимаю что я замедление времени включил ну давайте не издевайтесь надо мной у меня тут оборона горит так точно героберст да натюрлих все давай 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 родной так быстренько 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 гоним бронепоезд ближе к мосту так делаем сейфчик дело в том что вот ребята желательно управлять бронепоездом не внимание не под прямым управлением Почему? Да потому что запросто может последний вагончик отцепиться. И тогда будет жопонька. В прямом смысле слова. Потому что назад тогда вы не проедете. И фактически вы сами себя заблокируете. А оно нам надо? Оно нам не надо. Поэтому только не под прямым управлением. Быстренько тянем пулемет вот сюда. Тут у нас уже саперы приступили к делу. Поэтому их надо охранять. У тебя мешки есть? Давай вот сюда. Все направления надо прикрыть. Обязательно. Так, ребята. Ребята, давайте вы лучше отходите. Вам я уже не успею. А может и успею. Поставить. Слушайте, в натуре может еще и успею. Но в принципе еще минуты три у нас есть. Запасных. Это, я так понимаю, офицер, да? Да, это офицер. У тебя из оружия ни черта. Давай, Казер Вильгельм. Да, 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 да. Все дела. Какой ты офицер, австрийский. Штайр. 912-го. А моделька, как у 911-го Кольта. Кстати говоря. Пучно наших ребят не садим. Это чревато. Сами знаем чем. Одно попадание и все. Помним, любим. Поэтому. Слышь, 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 слышь. Тормози, 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 тормози. Тормози. Все. Все. Молодец. Тихо, тихо. Ты куда? Ты куда? Ты куда подался? Ну вот, вот. Ну куда? Только вот, вот не надо сейчас этого. Я умоляю вас. Во, все. Стоп, 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 стоп. Не надо чудить сейчас. Не надо, я умоляю. Он, по-моему, нахер съехал с рельс. Вот что вот это происходит? Объяснит мне кто-нибудь? Давайте посмотрим, что дальше будет. Мне очень интересно. Не знаю, как вам, друзья. Тело, ты куда поехала? Я просто так переживаю, потому что от этого бронепоезда зависит вообще все в сегодняшней миссии. В буквальном смысле. Ну, пулемет там тянут. С горем пополам. Так, давай, ты всадник. Лихой. Сюда. Вы вдвоем. За пушку. Бронемашина. Ромфель. Вот и название, а. Давай вперед. Что-то тут, что-то тут произойдет. Мне так кажется. Он периодически проваливается, видите? Сейчас, например, провалится вот этот вот вагон. Да не, вроде. Все нормально. Так. Все. Где там уважаемые австрийцы? Ну, как сказать. Так себе уважаемые. Вояки из них, конечно, как из дерьма пуля, но... Ну, я в игре имею в виду. Ой, нет, ребят, давайте вы лучше вот так вот сядите. Мои бойцы вот сюда. А австрийцы вот сюда. Во. Все, в принципе, должны законопатиться мы по полной программе. Как? Прострел? Хороший прострел. Здорово. Но надо бы еще подтянуть немножко. Во. Вот теперь вообще шикарно. Хорошо. 750 патронов. Молодец, боец. Возвел укрепление. Винтовочки мы достаем. Пинтовочки мы достаем. Так, некоторых бойцов мы убираем отсюда. Потому что надо и сюда тоже посадить человек. Хотя бы парочку. Парочку-четверочку. Так, ты стреляешь там? Да вроде. Все, давай, свободный огонь. Свободный режим, вернее, огня. Так, тут у нас перегруппировываются бойцы. Так, давай ты, всадник. Скачи. Так, уважаемый механик-водитель Вильгельм Август Швейцер. Дебил. Потому что он не может проехать этот мост. Давайте все-таки уже поставим нормальный режим. Иначе задолбемся. Чувствую себя обкуренным эстонцем. Когда вот в таком замедленном режиме играю. Как будто реально накуренный какой-то эстонец. Мало того, что накуренный, так еще и эстонец. Вернее, наоборот. Мало того, что эстонец, так еще и накуренный. В принципе, смысл особо не меняется. Хочу вам сказать, что так, что так. Играть некомфортно.